Субтитры создавал DimaTorzok 25 лет сегодня исполняется главному городу страны. Он завораживает свою архитектуру, увлекает ритмом жизни и влюбляет казахстанцев со всех уголков страны. День Астаны в нашей стране – всенародный праздник. В честь юбилея столицы торжественное мероприятие прошло на главной площади Петропавловска. Сегодня главный город страны отмечает 25-летний юбилей. За этот относительно небольшой по историческим меркам период город Степи превратился в развивающийся мегаполис со своим уникальным архитектурным обликом и ритмом жизни. Астана – сердце нашей родины, центр Евразии. Для каждого казахстанца она стала символом стремительного прогресса, независимости и единения. Наша столица во всем мире по праву считается центром сближения и обогащения культур, притяжения высоких инноваций, дипломатии и международного сотрудничества. В становлении и процветании нашей столицы есть большой клад и жители Северо-Казахстанской области. Внушительные темпы развития главного города страны дали импульс для развития регионов. Далее прошла церемония награждения. Многодетные мамы Северного Казахстана, воспитывающие шестерых детей и более, получили сегодня подвески Алтан и Кумы Салха. Среди награжденных этим почетным знаком Кристина Ястренская. Они с мужем растят шестерых детей. Я сама из многодетной семьи, у меня муж из многодетной семьи. И как-то мы, ну, наверное, так решили, что у нас тоже будет большая семья. Дети – это счастье, а когда их много, это большое счастье. Естественно, это огромный труд, и это нужно вкладывать много сил. Каждый ребенок индивидуальный, каждому нужно уделить внимание. Ну ничего, все нормально, мы справляемся. У нас все дети дружные, друг другу помогают. Почетными грамотами и благодарственными письмами отметили труд тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона и страны. Это медики, педагоги, заводчане, спасатели, лесники, сотрудники правоохранительных органов силовых структур. Среди награждаемых сегодня Эльмира Садвакасова – девушка-ровесница Астаны. И за 25 лет добилась больших успехов в выбранной профессии. Эльмира ежедневно сообщает горожанам и СМИ о значимых событиях в жизни Петропавловска. За свой труд получила сегодня благодарность от Акима области. Можно провести такую параллель, что я сделала за 25 лет, и каких успехов добилась наша столица. И есть к чему стремиться, есть в какую сторону развиваться. Наша столица – это место, мне кажется, для молодежи, для развития. Я очень рада, что мой труд сегодня отметили. И эта награда, это будет большим стимулом, подспорьем, чтобы работать дальше, развиваться и работать именно на благо нашей страны, нашего города и области. Завершилась торжественная часть празднования концертом. Поздравляю всех казахстанцев и жителей города с таким замечательным праздником. Концерт очень нравится, весело, задорно. Желаю всем благополучия в нашем Казахстане. Праздник Астаны, праздник области. Я очень люблю Казахстан. Я постоянно нахожусь в областной филармонии. Стоит Ржин Ильин Уваров и Любовь Зорина. Поздравляю всех североказахстанцев с Днем столицы. Желаю всем благополучия, мира, добра, просветания. Пусть в каждом доме будет все замечательно. Концерт очень отличный. Разные мотивы, национальные, разных национальностей. Здесь, как видите, пришли люди разных возрастов. Желаю вам счастья, здоровья, всего наилучшего. Айгирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК. На центральной площади города сегодня оживленно. Петропавловск празднует День столицы. Для жителей и гостей города сегодня подготовили яркую концертную программу, мастер-классы и игры. Мозговой штурм сейчас за столиками с настольными играми. Маржан Серегбаева предпочла сыграть партию в Тогыз-Кумалак. Последний раз играла в нее давным-давно, признается североказахстанка. Сейчас сюжет партии ведет к ничьей. Научилась играть давно уже, но давно не играла, несколько лет не играла. Сегодня просто вспоминаем. Соперник тоже давно не играл. Наверное, схоже с шахматами. Думать надо. Нужно перекидывать шарики так, чтобы было четное количество. Четное количество и мы забираем. А рядом развернулась площадка для другой национальной игры – Ассакату. Для нее характерна ловкость, стратегия и выносливость. Любима традиционная забава не только юными ребятами, но и игроками постарше. Серег Есмакомбетов научился играть в Ассакату еще в молодом возрасте. И до сих пор показывает отличные результаты. Раньше мы были пацанами, бациком ходили и друг друга выигрывали. Мы иногда проигрываем. Но хорошо, что сейчас развивается эта игра. Я рад, что молодежи, чтобы сидеть на сутке на телефоне. Здесь еще спорт, движение, игра. Самые заметные на площади юрты. Здесь рисуют мехенди, продают сувениры и многое другое. Также можно пособирать пазлы, но не простые, а по национальным атрибутам. Я собираю национальные блюда. Что это за блюдо? Пельмени. Я люблю собирать пазлы, поэтому мне интересно. Всех с днем столицы. Желаю счастья и добра. И чтобы в Петропавловске все всегда было хорошо. Об этой юрте Центральная городская библиотека имени Шухова подготовила различные игры. Например, это Монополия, но по карте Казахстана. Здесь можно выкинуть ход и попасть в любую точку страны. У меня пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я рядом с Экивастузом. Понравилось такое быстрое и увлекательное путешествие и маленьким, и взрослым. Таким способом можно легко запомнить расположение городов, говорят организаторы. Выучить здесь можно и гербы. К каждому изображению нужно подставить свой город. На другой стороне площади расположились мольберты и краски. Здесь любой желающий может нарисовать собственную картину и забрать домой. Я рисую байчерек, солнце над ним. Я был в Астане и видел его своими глазами. В целом мне нравится рисовать. Какой же праздник без концерта? На сцене выступают артисты городского дома культуры. Порадовала и погода. На улице светит яркое солнце. Такое же яркое сегодня настроение у жителей. Каждый спешит поздравить с праздником. День нашей столицы. Охота посмотреть, как наши люди радуются. Ребенка тоже взял, чтобы развивался немного. Главное, чтобы так проходило постоянно. Желаю нашим гражданам Беспублика Астана мира, счастья, добра. И чтобы такие праздники поставили вас проходить. Поздравляю вас всех с праздником. Желаю счастья, успех, чтобы она станет вас просветать. Я сегодня приехала в Макжан-Шабаевский район, с Балаева, с детьми. Четверо детей у меня, а с их, а с их играли они. И нарисовали вот картину. Стильфит. Сегодня очень такой прекрасный праздник, День столицы. Всех жителей города поздравляю с прекрасным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия семьям. Пускай будет у нас в Казахстане мир, счастья и благополучия. Диана Салихова, Вадим Мударисов, МТРК. Масштабный международный фестиваль «Казалжан Мюзиквест» открывается в Петропавловске. Яркая концертная программа будет радовать жителей и гостей города с 5 по 9 июля. Сегодня у нас, согласно концепции, этномузыка. Завтра у нас будет День эстрады. Там у нас хедлайнеры будут Амри и Кенжибек Нурдалдай. Популярные казахстанские эстрадные певцы. Третий день у нас хореография. Хедлайнерами у нас там выступают коллективы творческие из Восточно-Казахстанской области. Здесь наши соседи присоединились, также поддержали. Акмолинская область, город Астана. Ну и, конечно же, зарубежные коллективы из республики Хакасия. Четвертый день у нас начнется классический блог, начнется она оперой. Пятый день это у нас галаконцерт. «Казалжар Мюзиквест» проводится в Петропавловске не первый год. В этом году праздник, организованный в честь празднования 25-летия «Старицы», собрал полную главную площадь гостей. Колоритные юрты, красочные фотозоны, фудкорты, интерактивные площадки для детей. А вот в этой юрте ремесленники области демонстрируют свои таланты. 71-летний Марат Шахмуратов сегодня пришел на праздник, чтобы познакомить гостей с народными музыкальными инструментами. Вот эти забытые музыкальные инструменты он привозит с юга страны. Они изготавливаются из красной глины. Коллекционированием занимается более 20 лет. До этого говорили в советское время, что у казахов всего два инструмента, там брай и когут. А вот Балацарбаев, покойный царство небесное, он на раскопках Батрари нашел целый город, там нашел больше 40 инструментов казахских. Ну вот этот, который только что играл, вообще его настоящее название, это не сасскурок. Надо пропагандировать, и это как-то, это испокон веков же она к нам шла. Какое-то время затихло все. А сейчас надо все. Этот фестиваль – уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия. Заместитель Акима области Саджан Аблалиев поздравил север-казахстанцев с открытием фестиваля. Надеемся, что лучшие зарубежные и отечественные артисты подарят вам на этом празднике самые лучшие эмоции. Этот пятидневный фестиваль можно считать поистине праздником искусства, объединяющим нашу страну и мир в целом, соединяющим поколения. Благодарим артистов, которые дарят свое творчество и всех гостей этого праздника. В первый день фестиваля на сцене выступают одноисполнители, которые приехали в Североказахстанскую область из Монголии, Республики Хакаси, Абайской области и города Астаны. Радует своим исполнением и север-казахстанские артисты. Я предполагаю ходить каждый день на этот концерт. Мне этот фестиваль очень нравится. Был в прошлом году на фестивале, видел от начала до конца. Мне очень понравилось. Я с удовольствием смотрю наши коллективы. Они открыли программу. Очень рада за них. Мастерство несомненное. Молодцы. Я первый раз в таком фестивале. Мне очень нравится. Красивая музыка. Все красиво. Мы поиграли в шахматы. Дочка выиграла какой-то диплом. Концерты, наверное, тоже очень нравятся. Все классно. Обязательно придем завтра. И вообще все дни, которые получатся, будем приходить. Анастасия Кузинцова, Вадим Мудорисов. МТРК. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok